Сейчас доклад Татьяны Михайловны Фурасевой «Эрмитаж. Новые монетные типы в составе Городищинского клада и собрания отдела на мемизматики Государственного Эрмитажа». В 1896 году в селе Городище Коломенского уезда Московской губернии был найден клад, состоявший из 446 русских средневековых монет. Мы уже рассматривали данный комплекс в контексте анализа его реконструкции, однако вкратце повторим эту историю. В том же году он поступил в императорскую археологическую комиссию, а вскоре после этого был приобретен императорским Эрмитажем. В фондах Эрмитажа комплекс был депаспортизирован, на что впоследствии указал Алексей Алексеевич Ильин, который включил его в свою топографию клада в 1924 года на основании данных археологической комиссии. Интересный клад, к сожалению, не описанный. По собранию Эрмитажа определить, который из монет принадлежат к этому кладу, не представляется возможным. Впоследствии, несмотря на заключение Ильина, Иван Георгиевичем Спаским и Мариной Петровной Сотниковой, все-таки была предпринята попытка реконструировать комплекс. Клад из села Городище отражен в их топографии русские клады слитков и монет в Эрмитаже. Правда, со знаком вопроса. Количество монет указано 716 экземпляров, и все они, за немногими исключениями, цитата, неопределенные монеты удельного времени, хранились в разных фондах отдела нумизматики государственного Эрмитажа тремя группами без данных о происхождении. Согласно реконструкции Сотникова и Спасского, эти 716 экземпляров составляют три депаспортизированные группы монет. Первая группа, 215 экземпляров, находились в работе у Алексеевича Ильина накануне эвакуации 1941 года. Они были разложены в конверты со ссылками на каталог Алексея Орешникова. Почти все, согласно описанию Ильина, принадлежали к неопределенным монетам удельного времени, причем значительная часть типов Орешникова не была известна. Эти монеты, по всей вероятности, были подготовлены Ильиным для сравнения с собранием на предмет его пополнения недостающими типами. Как нам удалось установить, большинство монет относятся к чеканам Великого Суздальско-Нижегородского княжества. Вторую группу, согласно публикации Сотникова и Спасского, составляют только неопределенные экземпляры удельного времени в количестве 164 штуки, как было указано у авторов, разложенные Ильиным в конвертике, все с определениями по книге Орешникова, начиная с 20-й таблицы. Подавляющее большинство монет второй группы подписаны неопределенные монеты удельного времени. Как правило, в этой группе не повторяются номера, это цитата, имеющиеся в первой группе, но вместе получается одна последовательно описанная группа. Ссылки на предыдущие таблицы Орешникова имеются только в первой группе. Эти монеты внесены в опись дублетов до 2021 года под номерами 2237-2500. Здесь, правда, закралась описка. Диапазон указанных номеров включает в себя 264 монеты, а не 164. По всей вероятности, начав просматривать старый фонд, монет Ильин определил перспективный для включения в основное собрание материал, а явные дублеты передал для инвентаризации. Конец цитаты. Здесь мы хотим обратить внимание на указания Сотника и Спасского на то, что нумерация на конвертах позволила предположить принадлежность обеих групп к единому комплексу. Третья группа по внешним признакам очень близка к описанным выше. До 1971 года хранилось в отделении восточных монет 237 серебряных подражаний татарским монетам. К нами было проведено тщательное исследование документов, хранящихся в архиве Института археологии РАН, о времени и месте обстоятельствах находки комплекса, а также документов из архива Эрмитажа, о передаче его в отдел нумизматики. Документы говорят о том, что данные три группы, составляющие в сумме 716 серебряных монет у дельного времени, не могут все относиться к ладу, найденному в селе Городище. В результате анализа этих документов, а также учитывая характеристики и особенности групп монет, предположительно отнесенных к ладу, было выявлено, что только последние из трех групп действительно являются частью Городищенского клада, а первые две не могут относиться к этому комплексу. Следовательно, мы имеем дело либо с двумя депаспортизированными кладами, помимо Городищенского, либо эти две группы составляли единый комплекс неизвестного происхождения, который мы хотели бы рассмотреть подробнее. В ходе изучения первых двух групп нами была проведена атрибуция тех монет, сохранность которых позволила это сделать. Составлена таблица. Составлена таблица, которая наглядно показывает состав каждой из групп, а также общие данные, если пытаться рассматривать эти монеты как единый комплекс. Большинство монет первой группы, находившейся в работе у Ильина, относятся к чекану Великого княжества Нижегорода Сульского. В основном это чекан Московской администрации в Нижнем Новгороде в 1410-х годах. Присутствуют две монеты от Чеканины в московских уделах Дмитрови и Галичи. Кроме того, присутствует одна ростовская монета и две тверские. Из двух монет. Одну мы отнесли к чекану Ивана Михайловича. Нет, прошу прощения, сейчас другой стал. Из двух монет. Есть одна полуденьга, предположительно, Московского княжества 1420-30-х годов. Очень плохой сохранности. Сейчас она на слайде. А также более поздняя деньга Нижегородского региона Даниила Борисовича, 20-е годы 15-го века. Вторая – это обрезанная деньга конца 15-го века. Скорее всего, ее нет на слайде, это присутствует в группе «Обрезанная деньга конца 15-го века», скорее всего, к данному комплексу не относится. Хронологически выбивается из общей группы. Некоторый интерес также представляет две монеты, предположительно, Нижегородского региона. Одна из них теплопически близка московскому княжеству Чекану Василия Дмитриевича. Одна из них типологически близка монетам московского княжества Чекану Василия Дмитриевича приблизительно 1380-1395 годы. Однако на лицевой стороне московских монет изображен князь с саблей вправо, на нашей князь с саблей влево. Обратная сторона практически стерта. Вес монет указан на слайде 0,86 граммов. Это несколько ниже московской нормы 1880-х годов 14-го века. Другая имеет сходную лицевую сторону с серпуховскими монетами Владимира Андреевича Храброго 1390-1400 годов. Вес монеты 0,60 грамм, однако на него нельзя ориентироваться, монета явно утрачена. Также присутствует анонимная деньга ростовского княжества. Первый рисунок на слайде. Приблизительно 1404-1412 годы относятся к очень редкому типу. Некоторый интерес представляет также, по нашему мнению, две нижегородские деньги, которые мы предположительно отнесли к чекану Федора Васильевича 1407-1410 годы. Здесь не совсем обычное сочетание штампелей лицевой и оборотных сторон. Еще одна монета выделяется из общего ряда несколько более поздним временем изготовления и предположительно относится к чекану Даниила Борисовича 1423-1429 год, Нижний Новгород. Мы предполагаем, что это довольно редкий тип. Что касается второй группы из 264 экземпляров, выделенных в дублетный фонд, то здесь в подавляющем большинстве также мы имеем монеты Нижегородского региона в период московской администрации и анонимные. Несколько монет чеканины в Серпухове. Так, я прошу прощения, мне кажется, потеря... Одна деньга с нетипичным оборотным шцемпелем предположительно отнесена нами к Можайскому княжеству. Жалую, одна из наиболее самых интересных в этом... Так, не она. Одна из сторон динги со зверем в прямоугольной рамке вправо подобна обратной стороне одного из типов чеканки Адмия Дмитриевича в 1391-1395 годы. Оборотная сторона крайне нетипична. Монеты обеих групп имеют в большинстве в своем очень плохую сохранность и сильно потертые. Однако, как мы видим, две группы имеют сходный состав в основных частях. Если вернуться к таблице, в случае, когда чеканка того или иного региона представлена в единичных экземплярах, они, можно сказать, дополняют друг друга. Весовая диаграмма с двумя пиками в значениях 0,82 и 0,84, объединившая две группы, также дает возможность нам расценивать их как один клад. Для сравнительного анализа совокупного состава обеих групп, поскольку мы предполагаем их как единый комплекс, обратимся к еще одной таблице сходных кладов русских монет начала XV века, опубликованной Иваном Владимировичем Волковым в статье о Ковровском кладе. Бросается в глаза, что при общем сходстве в представленных регионах чеканки нашего условного комплекса с составом, например, Ковровского или Саранского кладов количество соотношений, представляющих их монет, необычно. Мы имеем более 90% монет Нижегородского региона 1390-1400 годов. Единичные экземпляры, представляющие чекан Серпухова, Дмитрова, Галича, Можайска, Ростова и Твери. Таким образом, предположение Спаскова и Сотникова о том, что монеты были приготовлены или иным для отбора, вполне вероятно справедливы. Скорее всего, часть монет обеих групп, имевших хорошую сохранность и соответствовавших известным на тот момент типам, уже была выделена в основное собрание. Таким образом, мы имеем дело с комплексом, скорее всего, утратившим часть своего первоначального состава и представленным большинствами монетами Нижегородского региона плохой сохранности. Часть монет была нами отнесена к данному региону условно по совокупности стилистических и метрологических признаков. Подводя итог всему вышесказанному, надо отметить, что с большой долей вероятности мы действительно имеем дело с единым дипаспортизированным комплексом. Обоснованное предположение об изъятии некоторого количества интересных экземпляров в основное собрание серьезно затрудняет поиск каких-либо документов о поступлении данного комплекса в музей, а также о месте и времени его находке. Нам неизвестно ни общее количество монет клада, ни время его поступления. Информация о том, что одна из групп зафиксированных в фонде коллекции дублет до 2021 года позволяет предположить, что обе группы в составе единого комплекса поступили в музей до 2021 года из археологической комиссии. Однако пока наши попытки найти какие-либо документальные свидетельства этого не увенчались успехом. На сегодняшний день описанные нами монеты формально зафиксированы в топографии кладов отдела нумизматики Эрмитажа как клад из села Городище. Но возможно нам все же удастся найти более достоверную информацию. Спасибо за внимание.